в общем то ребят здравствуйте болсыновский с вами сейчас я расскажу вот у меня где-то недельку кто смотрит это видео если позже то эти уроки давно есть сейчас 19 июля 2019 значит ребят смотрите будет сейчас к сути перейду будет видео будет видео я дам ссылку в описании вот это как вырасть востребована программиста тут до этого посмотрите суть и там по бустрапу то что мы будем делать да я сейчас только объясню а там я показывал так секунду как раз там видео которое показывал я объяснял необходимость сейчас продемонстрирую покажу а потом объясню что будем в школе делать ближайшее время в джанга 2 так чаще 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 щас короче дело обстоит так когда я начал переписывать этот сайт я это говорил да то вот эту статью а в группу для ребят сброшу кто с украины чтобы могли прочитать не вконтакте оказывается не могу читать да так ну сброшу статью сейчас я себя помечу на файл секундочку остановлю сейчас приступим к сути значит ребят смотрите это я сброшу да мне еще надо ну недели две максимум значит посмотрите видео здесь я показывал по бустрапу как мы будем работать почему потому что вот старый сайт который сейчас школы здесь кастомный блок то есть грубо говоря есть базовый шаблон от него все теперь я пришел совершенно к другому выводу то есть видео посмотрите я пока просто проговариваю мы будем разделять все на части все абсолютно все для чего чтобы в любой момент то есть в любой момент можно было редактировать что-то одно вот это я показал в этом видео в этом видео которое заготовил точно сброшу под видео до в группу ребятам группы и вконтакте будет теперь смотрите в чем возникла необходимость для этого вот я и говорю что прочитайте вот этого статью не все так просто то есть два с половиной последних года я работал над ну грубо говоря не я а мы с ребятами из школы потому что они учились а я для себя то одно то второе подмечал записывал и работал над новой системой обучения о которой в принципе я и говорил то есть давайте ребят ну смотрите ну по сути дела в школе около примерно 17 может больше суток видео и всего для новичков ну хорош уже хорош уже сидеть именно выпихивать вас буду зоны комфорта и я думал 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 и придумал как сделать интересно сейчас покажу идею значит первое что мы с вами сделаем за основу вай возьмем конечно же флюент sms но не думайте что все так просто то есть сама это sms нам нужна по одной причине вот смотрите первая причина нужна то есть мы ну кто захочет потом возьмет и сделает там себе эту sms но мы будем все усложнять и усложнять очень очень серьезно вот смотрите в чем смысл это sms пока я просто показываю без оформления смысл это sms в том что смысл это sms в том так чего-то я а я не тот сайт запустил я запустил чтобы только показывать надо не показал же еще да ну давайте да покажу так что теперь надо понять а ну вот начал делать когда новый сайт и получилось так что прочитаете статью как говорил много очень спорных моментов и если честно сказать несколько месяцев я буксовал потому что ну просто взять и сделать мне уже не интересно вот поэтому говорю очень важно посмотреть вы видео как вырастить востребованного программиста ребят а те кто начал с этого видео и собираясь только прийти в школу то вы не перепрыгивайте на это а идете по по программе школы как это положено то есть все проходите быстрее все равно не будет так вот все убираем это в чем суть когда почитать статью посмотрите видео то есть о той системе о которой я говорю как раз там рассказывал ну а мы с вами то есть мы с вами займемся немножко другим так убираем для чего объясняю смотрите на сегодняшний день я вижу что в школе востребована более сложная информация то есть вы в данном курсе но позанимаемся думаю там до конца лета до начала сентября по крайней мере заложим вот эту основу будем собирать все до кучи и вы становитесь именно лицом к разработке то есть до этого по сути дела что вы делали учились да а теперь буду вас ставить перед фактом чтобы вы разрабатывали и разрабатывали и это стало вашим нормальным состоянием теперь теперь что вы получаете вы услышали ну а мне надо разобраться что я хочу ввести в школу потому что я говорю я три месяца буксую переделки сайта не потому что не знаю а потому что мне не хватает толчка слова меня не интересует лучше хуже меня интересует именно выполнение домашних заданий где я буду видеть что буксует то есть услышали меня так будет и вам интересно и мне хорошо или наоборот и вам хорошо и мне интересно или лучше сделать что всем интересно значит ребят смотрите чтобы было совсем интересно мы возьмем за основу флюент смс да в чем ее преимущество 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 в том что здесь можно брать абсолютно любой кусок кода и вставлять в наш код поэтому мы с вами не будем брать там и только делать смс нифига так не будет так не интересно мы с вами будем полностью писать свои приложения что нам надо с вами вложить я сейчас накидал здесь а длинный свой список я не буду сейчас показывать потому что он только запутает поэтому сейчас секунду просто чтоб было некое понимание ага нифига не получается сейчас вставить сейчас секунду секунду все будет хорошо ребят ну где то что то не очень видно неважно сейчас воспринимайте на слух важно понять идею итак для начала мы с вами возьмем для начала мы с вами возьмем как я сказал вот эту смс да разберем значит страницы разберем контент да это первые два шага то есть как это оформляется нам надо четко понять потому что кто то для себя возьмет вот эту структуру она довольно интересная здесь отдельно темы отдельно сама смс и отдельно наше приложение как раз где то кто то сообразит да что как лучше смысл ее следующий если мы посмотрим если мы посмотрим я сейчас пока без оформления без оформления без оформления но смысл вы увидите так 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 вот я тренировался как раз для школы пока готовился смотрите ребят я сейчас чтоб вы меня услышали у меня есть сейчас концепция то есть как для новичков я не брал там допустим за основу там джанга да и мы будем идти мы будем сейчас просто выбирать из джанга более сложные вещи и работать с ними и так вот в чем чем хороший смс то есть добавление абсолютно разных видов контента ну давайте прямо сейчас их добавим то есть у нас будут страницы отслеживаться по слуг да ну пусть это будет цпб да называться но я перепутал и вижу что наоборот поставил слуг и тайтл так но это я просто пробовал не заполняю обычный текст то есть по сути дела здесь научимся вставлять разные редакторы разные редакторы сейчас я чтобы долго не дурить голову возьму любую статью первую попавшую еще кусочек так чисто тут еще море работы и за вот мы добавили текст да потом захотели мы добавить маркдаван то есть это у нас маркдаван да я уже пишу в разметке маркдаван ну мы прочитаем зона страницы так ну дальше дальше захотели мы тут уже все текст тайл и реструктура текст это тоже самое немножко по другому то есть захотели мы добавить фрейм давайте я тут тренировался для интереса это берем pdf документ любой да это тоже очень полезная вещь или это не это но потом посмотрим ну и все сохраняем то есть поняли да смотрите много видов контента в одну строку удобно добавляется теперь у нас получается что там ага я не запомнил все таки это надо поле будет убрать ну можно слуг можно просто это поле использовать я для себя просто делал cpb а у меня а cpb так должно быть по моему так теперь давайте открывать без разметки без бустрапа сейчас чтоб смысл понять так смотрим туда или нет а отлично смотрите ну получилось это у нас текст видим что видите крупные то есть я одну решеточку поставил более мелкие это маркдаун то есть разметка работает это получился вставился документ pdf да там здесь у меня была вставлена дата и другой текст отлично то есть теперь смотрите зачем нам это ребят ну я хочу чтобы обучение было более интересным по сути дела вот то что сделали ребята с флюент смс это нельзя взять и сделать там за один день это много это несколько лет работы а вот то есть в любом случае делая любой сайт ребят вот задумайтесь да мы решаем в первую очередь проблему контента я всегда думал примерно о таком подходе да и даже начал писать уже был на на джанга 2 сейчас то есть то есть вот примерно да то же самое текст код картинки и так далее и так далее а так чтоб чтоб мне не сбиться тише тише спокойно мы прорвемся ха 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 Что я хотел сказать? Все, я вспомнил. Так вот, всегда решается задача контента. Так вот, смотрите, здесь на самом деле, если мы посмотрим, достаточно большое количество плагинов. То есть лучше это совершенствовать, да, то есть мы попишем плагины. Куда мы двинем дальше? Дальше мы не будем использовать полностью смс. Дальше мы начнем работать с нашими моделями. Преимущество этой смс, просто я говорю, я взял флюент смс, чтобы вам было интересно, и уже для задуманного проекта вы себе подбирали плагины, то есть писали сами плагины, да, какие-то виды контента. Но при этом сама структура проекта, если мы возьмем... Сама структура проекта, то есть сами модели будут ваши, да, для вашего проекта. Просто с флюент смс мы будем вставлять их поле, да, чтобы отображался их, ну, то есть плагины и запись статьи. Это нам просто облегчает работу, делает интереснее. А дальше, дальше мы сделаем по-другому. По крайней мере сейчас попробуем охватить. Ну, например, смотрите, будет довольно интересно. Так, здесь я не скопирую. Вот тут мы с вами, допустим, в школе в Django 2 рассматривали прокси-модели, да, абстрактные модели. Прокси-модели на самом деле очень зря многие люди не используют. Абстрактные более-менее. И вот тогда мы сделаем интереснее. Ну, возьмем, например, прокси-модель. Здесь хорошо, мы тогда обсуждали, по-моему, Сергея Масачева, ну, и я вспомнил, и он научился. Так вот, мы берем, допустим, прокси-модель, да, берем прокси-модель, и сюда просто в прокси-модель вставляем наш наработанный код именно по контенту, да, чтобы был контент. Но сама модель будет совершенно другая. И здесь вы уже хотите, не хотите, окунетесь в разработку, да. То есть вам надо будет совмещать ваши модели, вам надо будет совмещать ваши модели с той смс, и вы будете уже чувствовать себя разработчиком, чего я от вас и хочу уже, да. Это будут домашние задания. А я пока разберусь, как мне оформить то, что я хочу сделать. В общем, я буду свое делать, а вы свое. Потом, что бы я хотел, чтобы мы включили. По крайней мере, основное, сейчас я включил. Еще раз говорю, ребят, прошу вас, прямо слезно, честное слово, обязательно, вот, чтобы воспринимался этот материал целостно, обязательно посмотрите вот это видео, которое я сказал в начале, да, там мы разбираем, как вырастить востребованного программиста, и будем сейчас делать первые шаги уже. Теперь, смотрите, так, с моделями разобрались. Теперь, нам надо очень хорошо начать работать с Жупитер. Ну, вижу, школа не активно работает с Жупитер, а надо эту вещь все-таки взять в оборот, чтобы все, что мы будем получать в моделях, надо брать и получать. Зачем? Еще раз говорю, это вечная проблема, и она существует, и существует совершенно конкретно. Новичку проще, новичку проще написать сам код, да, ну, тут десуфлиент стоит, сам код, да, сам код, а потом смотреть, что получится. Так не должно быть. То есть, у Ловичка всегда проблема, он боится в командной строке, потому что, допустим, он там берет там извлечение нечто из модели, там объект какой-то, да, объект, и по сути дела, что должно происходить в реальности? В реальности, когда он взял данные, излег там с какой-то модели данные одной строчкой кода в, будем все это проделывать, сейчас я просто рассказываю, в терминале, то есть в консоли, да, излег, у него с этой одной строчки кода должно уже в голове сложиться, как он будет представление писать. Так вот, новички всегда, и я уходил, ребята, и я уходил. Так вот, я подумал, надо брать с вами вместе делать, чтобы когда вы извлекли вот эту одну строчку, а вокруг уже в голове выстроилось, ага, а вот так я буду базы, а там как я буду проверять, это уже достроилось. Вот, вот это правильный подход. Но этот подход ведет ко многим плюсам. Ну, во-первых, работа с командной строкой, да, все доки оформлены в командной строке. По сути дела, не работая, будете плохо понимать доки. Во-вторых, по крайней мере, все станет лошадь переместиться, не как обычно у новичка. Сначала стоит телега, потом лошади, и телега то ли задом, то ли головой, надо эту лошадь, телегу толкать. Не надо так делать. Ребят, давайте ставить все на место. Это сложно, но к этому мы должны прийти. Хотите вы или нет. Ну, конечно, кто хочет. Поэтому давайте будем с этим разбираться. Что еще хотелось бы вложить вот именно в этот курс сейчас? Там я напланировал еще более... Ну, гид, это само собой, даже не обсуждаю, то есть хранение. Давайте потом подключим отношения, да? По сути дела, ведь каждый из вас будет делать сайты, где будут задействованы пользователи. Вася, Петя, Маня, Катя, чтобы разделять как-то записи, да? Поэтому возьмем, поработаем с отношениями и поработаем с формами. То есть примеров здесь нету, придется самим делать. То есть на... То есть, то есть растоискался. Сейчас сформулирую и проговорю. Значит, посмотрите. Мы с вами пока, вот как я показывал, да? Мы с вами заполняем с админки. А нам с вами надо создать формы, и чтобы все эти пыля заполнялись пользователям со страницы, что удобно, да? То есть это придется поработать с формами, формами из моделей. Так. Что еще? Да. Это на будущее. Сейчас я это... А, Бустрап, однозначно вот говорил, посмотрите это видео, будем разделять. То есть работа с контейнерами, потому что, конечно, я понимал, но просто надо было время, ребята, чтобы созреть, допустим, к переписке СПБ, да? Потому что практически 4 года я только писал уроки, когда уже сложила за последние 3 года система, тогда начал, уже поставил себе задачу обратить внимание на дизайн, обратить внимание на удобство, на все, на все. Почему? Почему? Потому что, ну... Ну, ребят, не знаю, почему. Вот потому, потому что, когда я в 14-м году делал школу, еще начинал, я не знал, я знал, что я хочу донести, но я знал, как это делать, теперь это все сложилось, и поэтому, вот, наверное, пришло время переписывать. Но когда, как сказал, я начал переписывать сайт, и еще раз говорю, посмотрите это видео, там объяснена сама система, то я столкнулся с кучей мелочей, которые требуют разрешения, да? На самом деле, вы тоже с этим будете сталкиваться в своей практике. Ведь сделать проще, переделывать что-то очень сложно. Почему? Потому что ты начинаешь думать, а как это сделать, и отталкиваться сейчас только от своих мыслей, ну, нет смысла. Понимаете? Почему я затеял вот эти курсы, более сложные? Ну, во-первых, втянуть вас уже в шкуру разработчика полностью, да? Чтобы вы уже разрабатывали. Fluent SMS я взял только по одной причине, что это было интересно, и это решает, по крайней мере, решает работу добавления контента. Это уже классно, да? И код, и то, и все, и там, и фреймы добавлять. Что еще? Да, а самому на домашних заданиях отследить все-таки вот эти минусы. Почему? Потому что у меня стал вопрос, а как сделать... Я хочу, если ранее, ранее, ну, ладно, не буду, сейчас договорю, но ранее было скрупулезное изучение Пайта немножко в одном формате, сейчас я хочу сделать в другом, то есть углубить. Наша задача, опять же, вывести школу, уже берем курс, на вас требована программиста. Ну, по сути дела, одно из правил, это надо влезть в эту шкуру разработчика, понимаете, чтобы вы уже воспитывались, себя воспитывали, потому что вас никто не может воспитывать, все люди взрослые, но себя уже поставили именно в условия разработки, да, где вы будете вынуждены работать с ошибками, где вы вынуждены будете искать решения. Конечно, я буду писать уроки, но большую часть толики буду отдавать на вас, чтобы видеть минусы, которые вылазят, и помечать. И в принципе, тогда получится, можно сделать хороший раздел и понять, на какие моменты надо обращать больше внимания. Это не так просто, школа настолько разнородна, да, настолько разнородна, что над этим надо работать. Так, ну и JSON, AJAX, сейчас мы, наверное, не успеем, то, что я начал было использовать на сайте Python-Treatoot, ну, например, там, создание комментариев, как ВКонтакте, этот сайт тоже надо переписывать, на самом деле, но сейчас я на него точно не доберусь, поэтому, как есть, так есть. Более сложная информация, и тут, AJAX, тут мы пишем типа участники, типа участники могут оставлять фоловить, комментарии, ну, все это здесь уроки есть, но, по сути дела, потом мы все-таки добавим основные понятия, почему, потому что вот сам с того лета AJAX не занимался, и уже, вы знаете, плаваю, да, в голове, так вспоминаю, поэтому, в принципе, надо составить путеводитель потом, во-первых, по классам Джанго, по AJAX, да, по Джейсон, по AJAX, то есть, на что обратить внимание, чтобы от чего отталкиваться, как эти все функции пишутся, представления, в общем, будем все, все мешать у каши, да, интересную кашу такую стараться сделать, вот так, так будет интересней, вот, что я еще хотел сказать, значит, я бы очень желал, придет время, обязательно вы начнете переделывать по себе библиотеки, вы знаете, чем меня еще заинтересовало, именно, вот это, флюент смс, а, ну, я вам просто говорю, потому что, наверное, мало кто этим занимался, но вот, я хочу, чтобы вы залезли в ее код, да, потом, в конце концов, сейчас, я просто покажу кое-что, так, ищем, вот, флюент контент, то есть, то, с чем мы будем работать, берем, допустим, модели, fields, так, откроем, пейчаром, и где ты сховалась? Сховалась, это слово, жена меня ругает, я говорю, не спряталась, не сховалась, сховалась, мне так нравится, все, так, я вижу, так вот, ребят, я хочу потом, чтобы вы залезли, ребята сделали разработку, есть чему поучиться, ребята, ой-ой-ой, эти ребята, знаете, как они написали, ведь, чем отличается, флюент смс от других, то есть, это программисты сделали работу для программистов, то есть, нам, программистам, они сэкономили годы, да, вот этот контент, и стоит посмотреть, потому что она написана на основе джанга, но по типу, как пишут джанго-разработчики, да, можно посмотреть поля, то есть, это интересно, и потихонечку давайте потом идти к тому, чтобы изменять код, добавлять, то есть, уже подстраивать, что надо под себя, это очень классно, ну, это не сейчас уже, да, вот, что еще, ребят, ну, постоянно, так, это уберу, что еще, очень хочется, в школе, дать, и я уже сейчас, делаю это по-другому, так, 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 вот, я себе выпишу, нам надо обязательно в этом процессе разобраться с типами контента, что это такое, это очень, это очень крутая вещь, и на сайте, в принципе, вот этом, да, где, надо, как, какие-то отношения между пользователями там выписывать, да, вот эта вещь, библиотека типа контента, она очень удобная, ее очень мало людей использует, в принципе, ее такой, ну, представьте, у нас есть вот модели, да, модель, вот есть модель в этом приложении, вот есть модель в другом приложении, да, так вот, что делает типы контента, они берут все модели, и объединяют в одно пространство, и по сути дела, теперь модель с приложения, допустим, демо контент, и модель с приложения, sample SMS, как правильно сказать, они будут в одном поле, ну, это как в математике, да, целые числа, там, дробные, ну, все мы приводим, но они будут, вот эти модели, вот здесь, в одном поле, а что это значит для нас, а для нас это значит, что модели уже объединены, внутри Джанго, то есть, Джанго о них знает, и мы можем брать абсолютно любые поля, любой модели, и перепутывать между собой, и получать из этого, ну, такие вещи, как, допустим, фоловинг, такие вещи, как там, крутые комментарии, ну, вообще, тут, ребят, тут возможности очень, это уже относится к сложному коду, вот, но, вы знаете, что, ну, я сам, когда использовал, так, приходилось подумать, и думаю, что с этим надо поработать, потому что для разработчика, это, конечно, очень крутая вещь, но это чуть попозже, но уже себя пометил, уже точно будем делать, то есть, вот такие задумки, цель, я вам проговорил, потому что, вот, как я говорил, ну, вот, начал я переписывать СПБ, да, то есть, так я, я сказал, посмотреть это видео, там все написано, рассказано, да, но вот начал переписывать, и, говорю, во многих фрагментах я уперся, а как лучше сделать, я понял, что, вы знаете, ну, что только не делал, я думал, ну, так, оставлю пока школу, буду переписывать СПБ, потом, ну, да, вроде разделил, за эти годы, вот, хочу, чтобы вы этих ошибок не повторяли, кстати, вот, я вижу, что, ребята, вот, вот с этого СМС, они тоже все разделяют, темы разделяют, я хочу, чтобы вы научились все разделять сейчас, то есть, если, допустим, мы делаем дизайн, там, шаблонами, то, каждая часть кода должна быть отделена, чтобы мы могли работать над какой-то одной частью кода в любое время, то есть, грубо говоря, обеспечить сайту доработку в любое время и развитие, понимаете, это важно понимать. Так, что-то я еще хотел сказать, потому что я просто сейчас высказываю то, что я вот, а, вот, потом, у меня была вообще задумка сразу, когда я делал вот этот раздел, Джанго 2, я, скажу честно, тогда просто ставил немножко другие цели, да, я ставил цели, наверное, были те же, но формулировалось по-другому, эта формулировка пришла вот именно, когда я начал сам переделывать СПБ, а формулировал я так, то есть, уже профессиональный подход к Джанго, да, где мы начали учитывать уже в курсе Джанго 2, Джанго 2, это документирование проекта, то есть, на все писать, ребята начали делать, это ГИД, это Джупитер, это, ну, все более оформление, и потом, конечно же, мы пошли отдельный курс, начали работать с серверами, то есть, уже профессионально, и теперь мы уже первичный сервер, получается, сделали, он у нас работает, мы его виртуальбокс запускали, а теперь уже давайте работать над проектом, ну, вот, смотрите, смотрите, ребят, ну, главное, не надо пугаться, у всех получится, поверьте мне, главное, не надо пугаться, то есть, объяснять я буду очень подробно, просто теперь получается, будут все получать выгоду выгоду, так вот, написал я, когда, ну, там, уроков под 40, тут, сколько-то, 17, там 20, и, начал переделывать СПБ, говорю, ну, я повторяюсь, просто я не готовился к этому видео, я просто хочу высказать, что мы будем делать дальше, и, уперся, да, система есть, люди становятся на ноги, люди, думаю, и вот, я переформулировал, буквально, когда начал переписывать СПБ, что, пора брать курс школы на востребованного программиста, и как раз в этом видео, я показал, да, который я вам предлагаю, что, а что надо вообще-то, чтобы программист вырос востребованный, да, наверное, надо знать, к чему идти, и как раз рассказал, как это делать, почему, потому что в школе этот процесс уже происходит, но сейчас его надо вложить в новый сайт, и когда я начал вкладывать это в этот новый сайт, то, на самом деле, возникло очень-очень много вопросов, а как делать лучше тут, а как тут, и, как только я понял, что я начинаю, опираться только на себя, я все думаю, это тупик, так нельзя делать, и тогда пришла идея, немножко повернуть вот этот вот курс, то есть, то, что я вам сейчас рассказывал, в принципе, в принципе, то получается, когда я рассказывал, что втянуть ребят школы в разработку, наверное, это и есть мечта каждого из ребят школы, да, то есть, стать разработчиком, чтобы, если он пошел куда-то там, то он мог писать код, я буду делать то-то, 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 бац, 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 но ведь вопрос стоит то в школе, когда, ну, давайте немножко затянем видео, ничего страшного, тут вы посмотрите то, ну, то посмотрите, да, ну, я просто повторяю, чтобы акцентировать ваше внимание, но, смотрите, по сути дела, у меня в голове созрел ответ, ну, вот пошел грибы, и вот, наконец-то думаю, вот так будет правильно, так вот, созрел ответ такой, что, ага, если я сейчас в школе, получается, у нас в СПБ, ну, показываю, идею уловите, да, я говорю, видео для новичков, для того, чтобы взять старт, очень-очень много, но не хватает видео для профессиональной разработки, значит, если я, ребят, втягиваю в эту разработку, ну, просто я придумал взять в клиент СМС, потому что, во-первых, это полезно, да, согласитесь, что вы для своего проекта уже подберете виды контента, допишите плагины в процессе, но в клиент СМС это не чистую делать, а начать работать именно над этим материалом, да, то есть, по сути дела, мы начинаем оттачивать, давайте еще раз здесь коротко, вот востребованный программист, да, что это такое, ребят, ну, давайте ответим на вопрос, я отвечал, вопрос, это человек, который может писать абсолютно на любом языке сходу, эта система есть, то есть, при изучении двух языков, как раз в этом видео, что говорил вам, посмотрите, там я объяснил, ну, а теперь, а как это все дело донести в школе, да, то есть, поместить в рамках практики, там очень много вещей получается, на самом деле, ну, во-первых, это знание языка, да, тут тоже есть моменты, ведь, когда, когда ребята начали делать великолепно домашние задания, как вот Сергей Асачи, а мне на ютюбе уже говорят, ну, я не буду ругаться, но мне прямо матом пишут, ну, там, ляч, опять этот Асачи, да ты его, Булсоновский, придумал, ну, считайте так, ладно, но на самом деле, Асачи просто есть, такой человек, который, ну, просто все, что есть в школе, он превращает в код, так вот, я просто говорю, что когда стала вот практика по этому ОП, где я рекомендовал, да, когда дошли до функции, начать работать вот с этим разделом, то есть самостоятельной работы, и подключить Котлин, да, здесь и классы, здесь по функциям, то есть, по сути дела, как привести к востребованному правительству, да, знание языка, есть начальный курс, ну, дальше, то что мы должны сделать, чтобы человек начал соображать, первое, вот не зря я вам показал этот курс, то есть, ведь не все ребята, наверное, работают, потому что здесь, очень много заданий, и смысл, в чем, что, смотрите, сейчас, секунду, ой, мне скоро ехать надо, здесь, много страниц, да, 10, и здесь, в принципе, собраны вопросы, какие вопросы, а вот, вот, вот это я и хочу вложить в новый портал, уже отдельно, вопросы следующие, то есть, то, что у программиста, вот вы, программист, пришли, я хочу там писать хорошо, то есть, есть вещи, такие, как функции, такие, как типы данных, которые, не то, что там прошел, а знаю, а это должно отлетать, поэтому говорю, здесь работаем самостоятельно, то есть, важные, да, вещи, и вот, как отделить эти важные вещи, в джанго, конечно же, вот как я вам показывал, втянуть в режим разработки, тогда будет видно, что кульгает, и этот, этот метод работает, потому что, вот я рассказывал сейчас, да, и тот же Асачи, и вот другие ребята, не так давно, ВКонтакте, ну, почитайте, ВКонтакте, здесь новости просто школы, здесь просто новости школы, всегда можно, давно не было вас прийти, посмотреть, что происходит в школе, ВКонтакте, Ком, СПБ, нижнее подчеркивание, тут, сейчас, секунду, ребят, я смысл покажу, вот, Диминак, да, я ему говорю про Айди Киви, там вложено, там вложено, значит, хорошая методика программирования, да, то есть, выделение, заранее выделение пространства, ну, поймете, если кто в школе, зайдем и будете проходить эти уроки, и, а ведь получается, когда вот, ту методику мы будем изучать, даже вы, если вы сейчас не понимаете, я сейчас в конце проговорю одно предложение, смысл, смотрите, ребят, ведь, можно понять, что, тормозит человека, или где-то он что-то не дорабатывает, только когда человек что-то делает, именно вот этот новый принцип, я хочу вложить в новую школу, он велся три последних года, и те ребята, которые выполняли домашние задания, я просто их направлял, грубо говоря, вручную, в сообщениях, а получается тех, у кого меньше времени они читали, что-то брали для себя, и вот, допустим, делает, делает ним эту методику, а ведь здесь, я говорю, я ему сразу сформулировал вопросы по ноны, да, по ноны, по правильному его использованию, здесь же есть целая стратегия, и, оказывается, выплывает целый пласт, да, безопасного использования и правильного, это можно подсказать, и такие вещи, вот, которые выплывают, как нона, она тоже относится, допустим, в данном контексте, к вещам, которые не просто надо знать, а которые надо четко прописать, 100, 200, 300 раз, но просто написать не один кусок кода, чтобы использовать уверенно, это раз на всю жизнь делается, один раз, то есть, получается, смотрите, что, в какие фишки я говорил, я уперся, получается, нам надо важные вещи выделить, да, и тогда можно на основе их направить, на эти разделы, да, то есть, то, что должно отлетать, плюс обсуждение, тогда, когда каждый представляет свою точку зрения, в принципе, тема проходится моментально, плюс, как вы вырастите востребованного программиста, который, что такое еще программист, не востребованный, а хороший программист, хороший программист, это тот, который знает, что где найти, они все знают, понимаете, все знать невозможно, а вот, когда, человеку что-то надо, узнать, где найти, я рассказывал в том видео, что вот это хорошо сделал Миша Беляковский, он это понял, и понял, как работать с справкой, уделил этому время, понимаете, хотя я об этом говорил, но теперь это надо внести, и получается, здесь, чтобы человек рос, что надо сделать, конечно же, надо, во-первых, наработать эту вещь, вот здесь, допустим, в этом разделе, который я показывал, вот, да, здесь я формирую вопросы, то есть, совершенно конкретно, и человек начинает искать, да, при этом, если взять, допустим, код первый, осачевый такой, но в конце где-то посмотреть, то уже, код уже будет немножко другой, где-то я показывал, вот тут Денис Латыпов, который, пришел, потом ушел, через полтора года пришел, у него пошло, то есть, много людей возвращается, я к чему говорю, что здесь, есть важная вещь, надо научиться работать с языком, со справкой, то есть, правильно задавать вопросы, а для того, чтобы научиться, это надо делать, это надо делать постоянно, я говорил, что, ведь, можно посмотреть видеоурок, и через 10 минут забыть, пока вы не подключите опыт, то есть, опыт, да, ничего не будет, а опыт это что значит, это, возьмем новую тему, да, допустим, мы с вами будем разбирать Fluent Page, да, Fluent Page, значит, когда мы разобрали, ага, вы уже сами тоже залезете в мануал, и начнете разбираться, да, вот в этот момент, вы программист, почему, вы понимаете, что вы набрали, вы понимаете, зачем это набрали, вы понимаете, что здесь написано, потому что новичок, который пришел, он ничего не понимает, он видит вот некий, некий код, я в себя вспоминаю, смотришь, думаешь, да, ляха, как все это установить, как, все это просто, но этому надо учиться, и учиться ежедневно, и благодаря вот этому, в такой работе, когда мы понимаем, что набираем, то есть идем, учиться этому надо, именно как я показывал, вот я говорю, начиная ставить вопросы, ребята начинают нарабатывать, и в голове вот этот вот, как ядро формируется, да, в отношении списка, в отношении, там, словарей, в отношении моделей, задавания правильных вопросов, но пока не в отношении пользователя самого, то есть пользователь, пока, да, а чтобы в отношении все это с пользователем, это надо втянуть пользователя, то есть вас, ребята, участников школы, в разработку, и когда, кроме видеоуроков, кроме всего этого, вы начинаете работать постоянно с поиском и со справкой, а помните, мы говорили, что для того, чтобы работать со справкой, надо хорошо бы поработать с жупитером, потому что поработать с командной строкой, чтобы понимать коротко все, что написано, да, и когда мы открываем и понимаем, да, что мы открываем, зачем мы открываем, и мы читаем и понимаем, То есть, вот тут срабатывает личный опыт. Мы берем это, переписываем в код свой, и это уже откладывается. То есть, вот это момент обучения. Я хотел на выходе, кто не совсем понял мою идею сейчас, что на самом деле идет несколько ступеней для того, чтобы стать программистом. То есть, видеоурок это всего лишь первая ступень. И многие ребята просто посмотрели видеоурок, пошли дальше. Ну, по сути дела, зря потратили время. Сразу надо что сделать? Прописать код. Да 3-4 раза с разными переменными, с разными вопросами. Следующее, что надо сделать? Правильно. Вот то, что и не дает развиваться начинающим программистам, хороших программистов. Что, ребят? Работа со справкой. Мы же говорили, да? Есть. Пришел новичок, работает с моделью. Вот Чарфилл показывает совершенно реально. Значит, надо открыть Джанго. И найти это в документации. Найти и почитать. И здесь, когда... Вот сейчас важная мысль. Когда мы с вами пишем эту модель и видим, что происходит в приложении, вы уже понимаете, что это такое. Но вы не посмотрели пока это на справки. Как только вы посмотрели это на справки, да, модели, во-первых, у вас не должно время уходить даже секунды. Вы уже четко должны понимать, да? То есть, где искать модели? Ну, конечно же, в моделях, да? Что это? Это филтайп, да? То есть, вы уже четко должны знать. И раз нашли, что нам надо? Какое поле? Все правильно. Чарфилд. Малочектовое поле. Вот оно. И здесь вы должны посмотреть. И для себя уже понять, а как Джанго это объясняется. То есть, с документацией надо работать в постоянном режиме. Что здесь есть? Основное. MaxLect. То есть, количество символов обязательно. Дальше варианты. Строковые поля для малых крупные строки. Поля. То есть, строки. Нам все понятно. Нам четко понятно, что обязательный параметр MaxLect. Нам надо, да? Потому что, ну, грубо говоря, логично это все. Пишет человек заголовок, и заголовок будет 2000 символов. Ну, кому это надо? Поэтому ограничить там 100 символов, 2. Но в чем простота? Когда вы идете, вот сначала в видеоурок, потом мы с вами делаем это в коде. Вы идете от кода, от кода к справке. Потому что у новичка от справки к коду сначала не получится идти. Это для него будет просто, грубо говоря, как радио послушать. Он будет смотреть, ну, ничего не понимать. Потому что надо понять смысловые все вещи, то, что рассказывается в видео. Но потом это дело привыкается. Если добавить Jupyter, да, то есть, работа с командной строкой, то все будет окей. То есть, если мы выстраиваем, то мы видим отлично, что нам надо help. Не забывайте. Help. Справка, да. Плюс. Помните, мы говорили, вот, что увидел, нашел, начало осознавание. То есть, самостоятельная работа. И она должна быть определенным образом именно в ключе в Google, чтобы человек вот проходит списки, он набрал списки, он понял, что это списки. Это важно, он знает, что это списки. Ребята, не надо там говорить, что я с вами как с детьми разговариваю. Это важно. Это важно проговорить. И он берет, открывает. Ёб твою мать! Открываем! И брюки превращаются в код. Ну, извините, что ругаюсь. Открываем среду. Ну, ёст, твой раз. Но большинство этого не делает. Прочитали и все. Пустое. Открываем среду и пишем код. Пишем код, пишем код, пишем код. Понятно? Всегда. Ну, поругался, чтобы услышали. По крайней мере, как-то будет отделяться на общем фоне. Хотя, в принципе, я не ругаюсь. Ага. Самостоятельная работа. И плюс, получается, вот здесь, вот здесь важно. Вот то, что я говорил, вот это все для меня очень понятно. Ну, вот формат, чтобы уделить время тому, что нужно. Помните, я говорил вам, чтобы вырасти программиста, по сути дела... По сути дела, сейчас, секунду. По сути дела, есть вещи, чтобы человек мог уверенно писать код, да, а не так, чтобы посмотрел видеоуроки, и на выходе что будет? Только видеоурок, а все остальное он не делал, да? Код понимаю, но писать не могу. Вам это надо? Не надо. И мне это не надо. Я хочу, чтобы вы писали хорошо. То есть, уделить время важным вещам. А эти важные вещи, вот как я рассказывал вам с Ноны, да, приводил пример, приводил пример, приводил пример Димы Нага, да? А вот эти вещи, их нельзя, да, вот сейчас взять язык и сказать, вот это вот, да, понятно, надо в языке. Есть вещи, вот которые я начал собирать в том, что говорил, дойдете до функций, и начинаете писать самостоятельно. Практика Python OP. То есть, здесь вещи просто те, которые надо проделать. Ну, что это такое? Это функции, это аргументы функций, это как функции используют другие функции. Это понимание того же ARC, SWARC. В общем, это те вещи, которые используются ежедневно. В классах это, не буду сейчас уже уходить, и так много времени. Много вещей, да, таких. Но есть вещи, которые относятся к очень важным, но они выплывают именно в контексте. И самое интересное, что в контексте как раз-таки они и понятны. В данном случае, когда Дима начал проделывать киви, там интересный смысл. Сейчас, секунду, где оно? Много вкладок пооткрывал, но просто сейчас моментик покажу один. И все. А, ну вот. Сам кусочек кода, да, будет понятен. То есть, по сути дела, не важно какой класс, здесь в данном случае дробл виджет, но это не важно. А меня за вот этой курс киви, да, меня за него очень ругали. Что, мол, я взял с книги и переписал. А меня за, на самом деле, киви я пробовал для себя только для чего. А понять, буду я с мобилами работать или нет. Когда понял, то начал Котлин. А мне понравился. Именно я понял, что автор заложил очень крутой смысл. Я думаю, хорошо, если бы я, ребят, школу этому научил, да. А потом они уже будут менять варианты. Там было мало времени. Так вот, смысл такой, что человек, программируя класс, начинает вкладывать какие-то вещи. В данном случае это метод, да, метод, да. А потом уже в конце начинает ее реализовать. В этом или другом контексте. Если в этом не надо, он просто пишет, что паз, да, допустим, там, и так далее, и так далее. Но сам метод очень крут. Почему? А очень удобно разрабатывать. Дает возможность в любую разработку вынести безболезненные изменения. И много вещей. И это надо было понять, да. Вот это меня заинтересовало в Киеве. Вот этот вот момент, да, вот этот классный. Я говорю, Дим, пройди вот это, разберись. И когда он начал разбираться с этой вещью, и оно выплывает, тут нона. На самом деле, я опять ему составил кучу вопросов. Почему? Потому что само ноно надо писать правильно, да. Там есть лучшие практики, есть моменты, и это тоже относится. И вот как это? То есть мы добавляем, уделять важным и плюс важным контексте. Понимаете? Нельзя вот так сесть сейчас и все-все в языке написать, что важно. Да, как я вам показывал тот раздел, где там по функции там все понятно, это важно. Но есть вещи, которые выплывают только на практике, да. И ведь ноно на самом деле мы используем очень часто и везде. А там, ребята, целый пласт. И вот это ноно выплыло здесь, допустим. И на него можно уделить внимание. То есть понятно, что это используется везде, всегда и повсюду, и на это надо уделить внимание. То есть понимаете, что образуется целая методика. Это я только часть опять же рассказываю, да. Вот целая методика, да, образуется действительно как вырасти программисты. Это отрабатывалось годами. И вот эти вещи мелкие, да, я вот в них и уперся. И думаю, а как же лучше сделать так, чтобы это выплывало уже, да, и для всех было полезным. Я понял, и как эти вещи выявлять? А как эти вещи выявлять? Мне стало тоже понятно. В грибы пошло и дошло, да. То есть я подумал, что втяну-ка я ребят в режим разработки. В принципе, зачем они пришли? Они пришли изучить язык, стать разработчиком. Вот, отлично. Если мы втягиваемся в процесс разработки, то в принципе, то и начинается в этой шкуре человек плавать. Да, вот именно идти к цели. Это нормально. Плюс еще Kotlin добавляем, плюс еще Python, плюс еще другие вещи. И смотришь ты, и человек действительно становится быстро на ноги, да, то есть он соображает. Во-первых, у него, как правильно сказать, время, 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 формируется круг инструментов основных, да. Вот он сам проделает, он понимает, что Jupyter надо, гид, он работает со справкой, он работает. Ведь, ребят, когда я начинал школу, я этих вещей не понимал. А сегодня я хочу, чтобы ребята это использовали. Я говорю, что все эти 2,5-3 года вот так в режиме более личной работы для тех, кто... Я это делал. Но сейчас мне бы хотелось всю эту систему вложить в сайт. Уже сделать более продвинуто, да. Это будет круто. Все, ребят. А те, кто начал с этого видео, начинаем с spb-retout.ru Сайт, это я переписал или переписываюсь. Так выглядит, то уже переписываюсь, и по-другому, значит, уже переписал. Все, ребят, все получится. Спасибо за доверие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!